здрасте сегодня поговорим о том как я съездил на фестиваль stick fest и то что было после него на мой взгляд это самое интересное что было вообще что это такое stick fest это фестиваль наклеек который проходил в августе 20 тире 22 21 числа не должна быть там лекция я думаю 21 съездил и на этом остановлюсь но так вышло что я был там два дня 20 21 что там было чего не было давайте об этом сейчас я вам расскажу ну во-первых это винзавод все мероприятие проходило на улице и это по-моему отличная идея с погодой повезло было тепло и без осадков в общем то что нужно там было чем заняться например проходило множество мастер-классов да и вообще народ постоянно что-то рисовал были стенды с разной тематической вкуснятиной которые можно было приобрести от футболок с наклейками до весьма необычных штукенций для любителей активного отдыха поставили парочку столов для пинг-понга да и ребят на досках было предостаточно в общем сказать что было скучно никак нельзя играла бодрая музычка и я даже заметил что в одном местечке можно было подколоться на фестивале также был бумэн и ну куда уж без вот если это фестиваль наклеек куда без него кто пропустил крайний видос где побывал у кости в гостях то прошу обратить внимание на всплывшую подсказку давайте закроем этот пробел стенд получился мощный и народ у них нормально подзатариться бизнес пошел если уж так вышло что вы являетесь автором и у вас есть какие-то рисунки хочется прям сильно хочется наклейки то сто процентов обращайтесь к нему распечатает напечатает упакует продаст что угодно сделает по наклейкам к нему ссылка в описании напоминаю кстати в прошлом видео я объявил конкурс на лучший комментарий на тему куда мне стоит съездить с стрит-арт трибом стрит-арт туризмом результаты я объявлю под конец этого ролика так что обязательно досмотрите видос до конца привет всем подписчикам Володи арт Володи короче суперский чувак вообще молодец все старается делает кайфы вам пацаны также этом познакомился с ребятами из бренда молотов ну это не тот молотов которые мы привыкли уже как-то связывать с краской это совсем другое там пишется иначе и в ребята занимаются одеждой вот у них получился самый разнообразный стенд там можно было спалить маечки с принтами победителей конкурса которые проводили специально под этот фест разумеется стикеры тоже присутствуют и самое интересное что пацаны делали термо-трансферную печать прямо там все вещички я потрогал качество классное и я подумал что неплохо было бы с ними замутить коллаборацию ну об этом поговорим попозже даже не в этом ролике ну разумеется на таком мероприятии без охраны никуда она там присутствовала но особо не напрягала то есть чувствовалась такая некая свобода люди лазили по соседним зданиям все в порядке даже ближе к вечеру народ не торопился расходиться организаторы натянули здоровенные баннеры где любой желающий мог отметиться по моему классная идея она подчеркивает дух юнити хоть наше сообщество не самое большое зато самое теплое на этом мероприятии можно было это прочувствовать как нельзя лучше первый день я приехал вообще без наклеек и это меня немножко немножко напрягало потому что все приходили меняться подходили и есть стикер и есть стикер и такой ну блин забыл короче даже не думал что приеду в первый день а зато на второй день реабилитировался привез там моточки такие здоровские которые мне ростик распечатал ну и там менялись привез кстати очень много стикеров подарили там кучу всяких хуйни да не скажу это ни в коем случае это же близкие ребята мне дали поюзать крайне интересную заправу смотрите когда ее наносишь она черная но спустя какое-то время в ходе химической реакции превращается в салатовый металлик я заценил в чем самая главная прелесть таких ивентов на мой взгляд это возможность перезнакомиться со всеми близкими по духу и как следствие договориться о коллаборациях ну или замутить что-то прямо там в конце концов это не так долго так второй день мне надо было записать лекцию намного раньше я вообще не подготовился и написал какие-то тезисы основные только в живут блять когда на автобус надо было бежать и заканчивал думаю а ладно сейчас чем-то наговорю там симпровизирую ну так оно и вышло 30 минут пролетели вот так моментально я немножко подзабыл как это выступать на публике для меня было это таким приятным воспоминанием экспириенс щепетильный прикольный мне нравится на второй день были запланированы лекции самый топовый способ поделиться своим опытом с большим количеством людей здесь подавалась информация узкоспециализированная такую на ютубчиках найти довольно проблематично помимо стикеров в этой сей культуре само собой плотненько присоседилась граффити потому что ребята которые рисуют стики это те же самые райтеры по факту и нам выделили небольшую стену для того чтобы все как-то отметились кто-то отметился тегом а кому-то пониже там такая локация была интересная вниз спускаешься там целая стена вот на ней можно было здорово расписаться ребята в принципе чем мы занялись там такая херенность она получилась вот здесь мы приближаемся к самому интересному кусочки уровень райтеров само собой разнился колоссально но для самых топовых выделили значительный кусок стены не так часто собирается такой состав и поэтому следует обязательно увековечить можно пожалуйста стикер если есть есть отменяем более офигенно красный розовый я не планировал там ничего оставлять но меня уговорили кое-чего сделать я не взял не лезвия не бумаги и видели как я рисую другие там но мне помогли нарисовать мой логотип бэджет блять тяжело похвалил прошлый раз когда делал обзор на стикербук и неспроста потому что парень реально классный мы с ним там долго изделие еще он не помог вырезать трафарет в интернете то мы все друг друга знаем и я считаю что по возможности такие знакомства следует подтверждать в оффлайне я не стал ничего мудрить оставлю только лог и обратите внимание из под руки бэджета она вышла интересным образом стилизованным аккуратненько сверху присоседюсь ну что сказать по мне так стенка вышла весьма неплохой все на месте ну разумеется такие мероприятия проходят не так часто и там присутствовали все знаковые люди индустрии и я совсем перезнакомился кого не знал договорились и зато коллаборации кстати которая будет впереди кое у кого пытался даже взять интервью у кого но основателя концептуального вандализма паблик такой концептуальный вандализм как друзья с нами автор паблика концептуальный вандализм и у меня к нему пару вопросов во-первых как вообще начиналась движухой вот с чего ты вообще решил построить вот эту всю индустрию ну я вообще пришел в эту индустрию как раз таки из пабликов то есть это не мой первый паблик это наверное пятый паблик который я веду лично для себя ну то есть как бы я сам их создал сам веду все сам делаю исключительно я то есть самостоятельно камера меня подвела зараза я там что-то наснимал уже кучу всего батарейка села а персонаж-то интересный вот мы только уселись я уже начал что-то расспрашивать и она сука я будем ебачить со всеми вот бомб мэн будет как ЧПУ блять жопа нахуй как быстро да да но не ровнее согласись хоть и изглая ну что движуха на винзаводе плавно сворачивалась а мы-то все заряженные и останавливаться вообще ни в какую не хотелось а дальше было самое интересное фестиваль уже как второй день подходил к концу но мы такие что-то разогретые так все это нравится все веселее и думаю блин надо продолжать и мы решили двинуть прям в город короче там ребята поехали за краской и мы решили немножко порисовать вот тут понеслась короче вот москва да чё делать у меня как магнитом просто китай город китай город все китай город а это ну извините меня это центр москвы и там в основном тусят особенно по пятницам по субботам по воскресеньям не знаю вот и мы приехали прям самый центр вот этой тусни короче на улицу где я больше всего баров сконцентрировано и в наглую начали рисовать на стенках пару слов о команде которой я присоседился в общем это сборная солянка но по большей части это основа 11к вообще банда здоровая довольно любопытно делится костяк это 11к молодежь 11к девушки 11 квинс ну и чуваки из ярославля это 11кинг и все как несложно догадаться подписываются 11к сегодня по классике хром и черный вы просто зацените сколько народу скопилось посмотреть как пацаны бомбят конечно такое зрелище еще на халяву отдельный респект тебе мистер тим гад по многим ситуациям тогда зарешал ну короче ребята как то шустро справились да еще и краска осталась и было принято решение не пошли еще одну стенку и вот теперь друзья к вам вопрос вы видите что из себя представляли стенки изначально уже все всраты так вот можно ли считать вандализмом то что пацаны перекрыли все это безобразие своими кусками которые на мой взгляд на порядок симпатичнее или нет вандализм это или нет вот кто что думает по этому поводу напишите в комментариях я обожаю этот запах я обожаю у ну в в в в в И там под конец какие-то левые чуваки еще из бара лестницу вытащили. Ну это уже вообще пиздец. Короче, такие дела. После второй стенки у нас началась такая свободная, произвольная программа. Мы просто шлялись по улицам. Проходили мимо одного здания, ну такое на первый взгляд непримечательное. Но тут я заметил табличку. Департамент капитального ремонта города Москвы. И в моей голове, блядь, такой думаю, господи, отсюда же идут самые главные сигналы. То есть вы знаете, да, это тема, как ребята рисуют граффити, ЖКХ приходит и закрашивает. Ребята опять там рисуют, ЖКХ опять закрашивает. В общем, такая бесконечная история. А это прям центр. Это главный центр, откуда идут все основные задачи. То есть, ну это вот прям вот цитадель зла. В моей ебнутой голове в тот момент показалось, что хорошая идея будет там от тега чего-нибудь. Прямо на табличке. Все, пацаны уже прошли мимо. Я такой, тихо, стоять. Беру, одеваю маску. Подхожу. А она высоко, зараза. Я такой запрыгиваю. Такой, что-то забыл сказать. Мне слаймер подарили. И вот, зараза, вот если бы не подарили вот эту штуку, я бы ничего не сделал. Но тут у меня просто рука чесалась, карман горел. Думаю, надо. Тем более, за правой какая-то самопальная красная. Думаю, сейчас я здесь устрою вам. Блядь, короче. И не посмотрел назад. Прыгаю что-то. Сорвался такой. Думаю, блядь, не дотягиваюсь. Тянусь что-то там. Оттегал чуть-чуть. Да чего оттегал, блин. Просто чирикнул два раза. И тут мне на плечо такая рука. Я поворачиваюсь. А там патруль. Сука, я посмотреть назад должен был. А они в этот момент как раз шли. Наверное, они угорали с меня. Просто пиздец, когда я пытался все это сделать. Задержали. Я, наверное, не буду сейчас рассказывать, что там происходило. Потому что, ну, ничего особенного. Просто я сидел, тупил. И если напомните на стриме, я вам расскажу кое-чего. А сейчас не хочу. Суть в чем. Патруль, который меня задержал, они не сфоткали ничего. А там действительно, ну, там немножко пару мазочков. Они ничего не сфоткали. Спрашивают, вы хоть зафиксировали? Они такие, нет. И, в общем, ничего. В общем, притянуть меня не за что. И я написал, что поставил там три точки. И меня отпустили. Даже штраф не выписали. Я вахуй был. А напряжение было дикое. Почему? Потому что парни-то с моими вещами, там деньги, там документы. Я их вижу в первый раз. Хоть и телефонами обменялись. Но, тем не менее, типа, у меня телефон садится. Я сейчас, короче, без денег останусь. Потому что карта привязана к телефону. Он сейчас сядет. Какой с нее толк? Я сразу набираю. Говорю. Блин, я там-то, там-то. Чуваки, давайте подходите. Иначе сейчас потеряемся. И все. Я выхожу. Пустая улица. Сажусь на лавочку. И тут просто, я не знаю, ситуация смешная. Идет чувак с крепким пивасом. Садится рядом со мной. Открывает. И такой мне протягивает. И я такой, блядь. Сидим, пьем это пиво. Болтаем. Это работяга какой-то там на вахту приехал. Короче, пиздец. Ну, разумеется, что никто не собирался останавливаться на этом. Все пошло по-новой. А вот и комментарии победителей конкурса. Первое место. Про Нижний. И про место. Да, да я и в этом году хотел туда поехать. Но что-то не срослось. Ты, товарищ, получаешь графинчик Бук. Второе и третье. Тут без разницы. Про Пермь и Казань. Авторы этих комментариев получают лист с моими стикерами. Кто не попал в призеры, не обижайтесь. Обязательно повезет в следующий раз. В Москве? В Москве, да. На Китай-городе. И у него оформлухи в разных цветах. И он не всему, он типа импровизирует. Такого хуини не бывает. Финалочка. Девять часов утра, я уже просто без сил думаю, надо ехать. И вот это чувство, знаете, когда я вот первый раз в ночную такую вылазку с ростиком ездил, которая, ну, хорошо получилась. Я ехал в автобусе и испытал чувство счастья. Я понимал, что он снимал охуенный материал. Я иду домой спать. И то есть вот это вот чувство, оно непередаваемо. То есть и это повторилось. Я ехал домой и думаю, да, да, да. Жалко, конечно, камера села. Так бы я подснял, наверное, что-нибудь побольше, поинтереснее. Ну, телефончик выручает кое-когда. Кое-когда он прям в тему. Ну, такая история. Надеюсь, вам понравилась. Вам же понравилось. А если так, то поставьте лайк. Не забывайте про комментарии. Это очень важно. Ну, и обязательно подписывайтесь, если здесь впервые, если контентик зашел. Что заставляет этого не сделать? Подписывайтесь, само собой. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok